Доброго трямса, друзья, и добро пожаловать на канал Андрея Грини. Мы продолжаем с вами играть в ОНИ, и я продолжаю заморачиваться с постройкой электролайзера, или как она там, как эта фигня называется? Электро... а, электр... электролизер. Господи. В общем, вот такую вот шляпу я построил, не пойми зачем. Это было сделано для того, чтобы отсюда откачать хлор, чтобы он не попадал вовнутрь, но один фиг, он всё равно попадает туда. Короче, короче, накосипорил. Накосипорил немножечко, так, и у нас, кстати, нет электричества. А почему у нас нет электричества, ребятушки? Чё-то я не совсем понял. Так, вроде бы с электричеством всё в порядке, но его там нету. А! Ну правильно, нет электричества, потому что здесь стоит рубильник, и я его выключил. Грини, Грини стайл просто в действии. Ну что, давайте продолжаем, значит, выкапывать. Здесь ставим на семёрочку, вот это всё пространство мы с вами выкапываем. Здесь тоже всё выкапываем, и сюда мы ставим, значит, сюда мы ставим с вами насос. На восьмёрочку вот здесь вот он у нас ставится. Соответственно, он будет у нас подавать воду наверх на электролайзер. Господи, почему мне так тяжело выговорить это слово? Я не знаю, почему так получилось. Сюда же, значит, мы ставим водосток. Вот сюда. И водопровод тоже проводим вот таким вот образом. По крайней мере, пока. Значит, вот так вот водопровод. Я не знаю еще пока, к чему мы его будем подводить. Но, скорее всего, будем подводить его вот сюда, вот к этому вот насосу. Скорее всего, так и будет. Кстати, давайте, да, что-то я тут накосипорил, как обычно. Ну, ничего страшного. Здесь ничего страшного в этом нету. Вот так вот, вот это вот удаляем. Превосходно. Значит, здесь все хорошо. Здесь все замечательно. Надо теперь добавить сюда провод. Тоже давайте на восьмерочку. Вот как-то, как-то вот так вот. Я надеюсь, что везде, везде у нас есть здесь доступ для того, чтобы его построить. Все, это помещение у нас сейчас с вами будет готово. Сюда вот мы ставим электролайзер тот самый. Давайте сразу же его и добавим. Тоже давайте на восьмерочку. Если что, можно поставить сюда будет второй. Ну, не знаю, нужен ли он будет здесь второй. Вот эта система вообще, вообще не знаю. Я понимаю, что сейчас надо мной будут сгибаться по поводу того, что она нафиг не нужна. Она действительно нафиг не нужна, потому что один фиг я тут все хлором засрал. И что с ним теперь делать, я не представляю. Чем его можно отфильтровать? Скажите мне, пожалуйста. Хотя, возможно, вы в предыдущей серии мне уже отвечали. Я там задавал подобный вопрос. Но это было в предыдущей серии и неправда. И еще нам надо вот здесь вот тоже поднять уровень воды. Кстати, неплохо было бы нам найти еще гейзер водяной. Точнее, паровой. Но это уже, как говорится, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Так, по еде 17 тысяч у нас. Готовые едышки. Так, 10 микробов, 121 микроб. Все хорошо. Пищевых отравлений не будет. Иммунная система 100%. Даже у тех ребят, у которых вообще, в принципе, по иммунитету единичка. Давайте вот это все тоже перетаскивать. Тут у нас есть проблемы с тем, что у нас еда лежит просто вот... Лежит и портится. Надо ее всю перетаскать. У нас холодильник пустой там. Давайте, ребята, все это быстренько перетащим. Это будет более правильно. И Никола сможет отсюда брать быстрее и быстрее готовить. Так, что мы там изучили, ребята? Мы, по ходу дела, все. Мы изучили все. Значит, защита от окружающей среды у нас изучена с вами. Дом-люкс. Ну, смысла особого нет. Давайте, может быть... Так, это, наверное, тоже особого смысла не имеет. Ну, вот давайте улучшим водопровод. Там у нас есть теплоизолированные трубы. Хотя они, по большому счету, нам тоже, наверное, сейчас особо-то и не нужны. Нам надо закончить пока вот эти вот помещения. Только мне кажется, что они до сюда-то не дотянутся. По крайней мере, вот здесь вот. Ладно, ребятюни, давайте быстренько вот это помещение откапывать. И тут, правда, конечно, породы такие, которые копаются довольно долго. Подожди. Здесь вот девяточка стоит. Вы не хотите мне закончить вот эти стенки? Чисто по-быстрому. Так, хлор. Ну, тут содержание маленькое. Здесь уже все у нас с вами закрыто. Поэтому новой, я думаю, что поступать сюда не будет. Ну, кстати, по любасу, скорее всего, нам надо будет здесь все переделывать. Потому что... Так, как у нас тут будет выглядеть этот генератор-то? Водородный генератор. На восьмерочке. Да, он здесь как-то не очень хорошо влезает теперь. Ну, ладно, давайте попробуем мы его разместить. Придется его врезать в самую обычную сеть. То есть, врезать его толстыми проводами здесь явно не получится. И нам надо все-таки делать вот здесь вот второй трансформатор и пускать отдельно сетку вторую. Потому что иначе у нас будет скоро очень много потребителей и значительно больше, чем на тысячу. Это чревато, ребятушки. Чревато. Давайте здесь вот тоже поставим вот так вот лесенку. Даже, пожалуй, на девяточку надо ее поставить, чтобы здесь быстренько закончили вот эту стенку. Дальше, что нам нужно? Нам надо поставить здесь насосик. Газовый насос на восьмерочку. Вот так вот. И надо поставить фильтр где-то. Значит, отсюда выход зелененький. Значит, вход у нас беленький. Как бы нам это лучше сделать-то? Ну, наверное, все-таки вот так вот. Не знаю, получится у нас, не получится здесь все разместить как хочется. Значит, вот отсюда у нас с вами пойдет вот так вот труба сюда. Значит, отсюда сюда. И вот отсюда у нас кислород, да, как я понимаю? Здесь у нас, да, здесь у нас будет выходить, получается, кислород с углекислым газом. Но то, что он с углекислым газом, это, в принципе, да и пофигу. Давайте мы его поставим вот сюда вот вниз. Сделаем такую вот проводочку. Пам-парам-пам-пам. Где мы будем его размещать? Ну, я думаю, что вот здесь и вот где-то вот здесь вот. В любом случае нам надо его протянуть вот так через все практически помещение. И здесь вот сделать небольшие выводы. Вот так вот сделать и вот так вот. И сюда поставить газоотводные решеточки. Ну, вот так вот хотя бы. Хотя я не помню, возможно, их надо выше ставить. Что-то раньше, по-моему, с этим были какие-то проблемы. Но я надеюсь, что сейчас никаких проблем не будет. Все, ребята, ребята, а, что, ребята, давайте сначала еще подведем электричество сюда. Ребята, ну и теперь, а, и сюда надо еще подвести электричество. Везде, везде забыл, где только возможно. Вот такая вот система ниппель у нас с вами получается. А вот здесь, да, смотрите, вот здесь вот у нас реально не получается никаким образом до туда добраться. Потому что, потому что входа у нас вот отсюда, допустим, нету. Мы, ну, никак не можем туда добраться. Значит, надо построить здесь лесенку и добраться снизу уже. Давайте, ребятюня, тут надо маленький-маленький вот такой вот кусочек трубочки построить. Я вас верю. Хотя, как обычно, наверное, зря. Бездействует Мима и Ада. А что это вы бездействуете-то, ребятушки? Подождите, а чем вы вообще по определению занимаетесь? Значит, вы занимаетесь копанием. То есть копать, типа, ничего не надо. И Аде тоже не надо ничего копать. А вот здесь вы, ребята, ошибаетесь. Копать нам надо. И копать нам надо много. Вопрос только в том, где нам надо копать. Я думаю, что вот здесь вот. Или где. Где мы будем ставить трансформатор? Ну, во-первых, во-первых, можно поставить... Блин, я даже не знаю. Вот тут вот можно... А, ну вот на этом уровне. Раз у нас трансформатор здесь стоит, значит, второй трансформатор будет у нас стоять здесь. Хорошо, давайте тогда копанем. Значит, на семерочку. Четыре блока. Вот так вот. И сюда мы ставим теплоизоляционный материал. Пам-парам-пам-пам. На восьмерочку. Хотя можно было бы, наверное, на семерку. Тут у нас потолки не очень такие одинаковые. Да, то есть здесь пятерка потолок. А здесь везде, в остальных местах, четверка. Здесь, значит, нам что надо сделать? Мы не доберемся до верхней части, поэтому давайте выкопаем вот так вот лесенкой. Подождите, что я вообще натворил такое? Хе-хе-хе. Че-то, че-то я накосипорил, по-моему. Люта. Нам наоборот надо выкопать верх. Что я делаю вообще? Алло. Алло, блин. Вот так вот нам надо сделать. И тогда они все теоретически должны нам выкопать спокойно. Тут у нас сейчас подорвутся ада. И... Так, смотрите. Еще один изучен. Да ладно, слушайте, вы просто реактивные, ребятушки. Осталось нам всего-то сделать три исследования. Четыре нет. Давайте здравоохранение сделаем. Вот так вот. И здесь у нас сейчас будет новый трансформатор. Все замечательно, только нашим надо проснуться для начала. И тут тоже скоро будет все запущено. Единственное, что... А, подождите. Из водородного генератора выводов вроде бы никаких нету или есть. Вот это я не помню. Сейчас ладно, доделаем, тогда узнаем. Там, по-моему, может быть углекислый газ, хотя фиг его знает. Подожди, а что здесь не хватает-то? Здесь не хватает электричества. Здесь не хватает приоритетов, судя по всему. Нет, приоритеты на восьмерке. Давайте вот здесь вот на девятке, чтобы это все быстренько закончили нам. Все вот эти трубы. Тем более, что уже принесли практически на все материалы. А, на единичку ты не принес материал. На один маленький вот уголок трубы ты не принес нам материала. Это, конечно, печально. Давай-ка быстренько. Да плевать ты хотел, что я хотел быстренько. И давайте-ка. Нет. Так, а вот это что? Вот это что такое? Я не понял. Сейчас же все тут испортится. Так, подожди секунду. Что-то я не то сделал. Здесь вот восьмерочка. А вот убрать, да, убрать на девяточку. Потому что, по-моему, здесь дофигища еды. Она просто тупо валяется на полу. Что там у нас по еде-то? Ну, все нормально. Значит, 6 килограмм еды, 7 килограмм нормалды. Нормалды. На какое-то время нам вполне себе хватит. А что у нас здесь по росту? 68 процентов. В среднем 59. Ну, 60 процентов, короче говоря. Все не так плохо. Так, вот это давайте закроем. Это нам не нужно. Так, кто там опять бездействует? Ада, Никола, Мима. Понятно. Значит, надо заниматься Капаниной. По идее, нам тут очень много всего надо выкопать. Так что давайте спокойненько начнем заниматься Капанинкой. На семерочку. Спокойно. Не увлекаясь. Но и не тупя. Так, в смысле отступ... А, понятно. Кто-то уже нарвался здесь на норника очередного. Норников вообще просто вагон. Скорее бы уже ловушки. Но ловушки без нефти, как я понимаю, не сделаются. Потому что они делаются... По-моему, они делаются из пластика. Если мне не изменяет память. А пластик, соответственно, делается из нефти. И, соответственно, как бы обломайся бабком и на корабле. Так, подожди. Недостаточно ресурсов. Каких тебе ресурсов не хватает? Для чего? А, ну здесь еды. Это понятно. Я думал, там не хватает ресурсов, чтобы закончить строительство. Да, здрасте, приехали. Почему же здесь у нас стоит пятерка-то? Алло. Непорядок, непорядок. Так, подожди. А досюда что, не достать, что ли? Место строительства недоступно. Ну, естественно. Значит, придется ставить еще одну лесенку. Я надеюсь, теперь-то будет доступно. Теперь-то вы мне все доделаете, ребятушки. Ну-ка. Да, теперь мы эту трубу, я думаю, что можем закончить. Все. Значит, пошла водичка. Вот отсюда, кстати, о птичках надо бы все, наверное, убрать. Давайте вот это все быстренько на переносочку тоже. Ну, хотя бы семерочкой. Потом мы замуруем вообще вот эту лесенку. Нам потом здесь уже ничего не надо будет. Так, вот отсюда, пожалуйста, водород мы только выкачиваем. А кислород у нас... Кислород у нас пошел по трубам. Все, ребята, все полетело. Давайте посмотрим. Карта газопро... Подожди. Мне что-то цвет не нравится. А ты что качаешь-то сюда? Типа, подожди, хлор? А, ну точно, у нас тут немножечко все засрано было. И поэтому он сейчас... Твою ж мать, а! По-моему, у нас проблемы и сложности, ребята. А-а-а. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. И что делать? Сейчас мы потравим всех наших поселенцев. Нормально. Это нормалды. Ну ладно, хлор, я надеюсь, сейчас куда-нибудь уйдет вниз. Давайте вот эту дверь мы оставим открытой. Он теоретически должен уходить вниз. Правда, вот здесь вот он у нас, конечно, пойдет совсем не туда, куда надо. Вообще отлично, короче. Будем-будем теперь, короче, хлором дышать. Ну а почему бы нет, на самом деле? Давайте подключим... Нет, не газовые трубы. Нам надо службы. Вот здесь у нас где-то еще не подключена труба. Ну, конечно, вот она у нас не подключена. Маленький кусочек. И поэтому у нас кислорода-то здесь и нету. Поэтому накачает хлор деловой такой. Молодец просто. Просто огонь. Ё-моё. Пам-пам-пам. Недостаточно материалов. В смысле недостаточно? А, ну да, водорода-то нет, потому что мы же не занимаемся расщеплением-то. Вот сейчас все. Во, сейчас все пойдет. Сейчас пойдет кислородик у нас. Я надеюсь, что хлор будет вытеснен. Иначе мы все сейчас передохнем к чертовой бабушке. Что будет несколько печально, учитывая то, что мы все-таки уже десятую серию развиваемся. И пятидесятый цикл. Ну, наконец-то у нас появилась хоть какая-то система, значит, переработки воздуха. Точнее, переработки воды в воздух. Значит, давайте вот здесь вот мы разбираем. Вот это дело мы тоже. Блок разбираем. И сюда мы поставим шлюз и его замуруем. Но чуть попозже. Для начала надо вообще, конечно, здесь все вычистить. Но наши ребята... Подождите, а давайте-ка мы сейчас приоритетики-то поставим на девяточку. А, подожди, уборка. Уборка, уборка. Вот сначала убираем вот это вот. А потом уборка... Уборка, я сказал, на девяточку. И вот это тоже мы убираем. И теперь тоже уборочку на девяточку. Вот эти блоки надо тоже отсюда вынести. В принципе, у нас здесь недалеко есть склады. Я надеюсь, они таскают на них. И все это дело надо будет тоже замуровать, естественно. Безусловно. Господи. Я надеюсь, что там сейчас кислород пошел все-таки. Давайте посмотрим, как у нас там идет. Да, 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 ребят. Хлор, конечно, еще попадает в каких-то количествах. Но пошел в основном кислород. Значит, вот этот раскислитель. Давайте мы его сейчас выключаем пока. Разбирать я его не буду, естественно. Будем пока просто выключать. Вот так. Я надеюсь, что теперь кислородик у нас нормально с вами пойдет. Потому что его как-то... И как-то не очень много-то, на самом деле, по помещениям у нас тут кислорода. Будем надеяться, что теперь будет все хорошо. Значит, вниз у нас идет углекислый газ. Здесь у нас почему-то все плохо. В смысле? А что не хватает? Ожидает поставки материалов вода. Да, с поставками воды у нас проблема. Потому что у нас вообще некоторые товарищи... Ну да, они сейчас занимаются переноской всякого говнеца по всей колонии. И мало занимаются поставками нужных вещей. Вот, допустим, сюда вот ничего у нас не поставляется. Потому что почему-то на пятерке. Алло. Ну давайте хоть на шестерку. Гри не ставил, в принципе. Нет, давайте здесь даже на восьмерку. Потому что это все-таки та система, которую надо обязательно держать с большим приоритетом. Так, батончики. Опять, опять, ребята, валяются у нас здесь. Валяется еда просто так на полу. И никто ее не несет в холодильник. Алло, ну это не дело. Давайте здесь тоже восьмерочку поставим. Молодцы. Значит, здесь все расчищаем. Все, кислородик пошел. А-а-а, погодите. Погодите. Вот здесь мы, конечно, лоханулись. Ну ладно, тут, в принципе, сейчас все выкачают. И здесь ничего страшного. Ну ладно, ничего страшного. Значит, вот здесь у нас сейчас тоже будет сплошной кислород. Так, недостаточно генератор бездействует. А, ну правильно. Потому что водород весь уходит наверх. И его никуда не выкачивает. Все понятно. Сами пока косипорим по полной программе. Ну, это ничего страшного. Главное, что я об этом знаю. И главное, что я это поправлю. Наверное. Потом как-нибудь. Давайте выносите отсюда все. Хотя, знаете что? Давайте. Пускай лежит. Кому мешает на самом деле? Давайте все замуровываем здесь. И забываем об этом, по крайней мере, на какое-то время. Ставим здесь вот шлюз. А, стоп. Стоп. Отставить. 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 Вот этот блок тоже разобрать. А, стоп. Даже не так. Вообще, вот этот блок разбираем. Так, лесенка. Разобрать. Здесь вообще замуровываем наглухо. Нам здесь не нужен доступ в принципе. Вот так вот, значит. Это все мы закрываем. Да сваливай ты оттуда. Он все продолжает зачем-то вниз бегать за материалами. Хотя уже все отменил. Ребятюни. Значит, закрываем неправильно. Закрываем шлюз. И главное мне бы еще вот этот вот блок давайте заделаем тоже. Вот красавец. Красавец просто. И теперь вот этот мы закрываем шлюз. Главное, чтобы там сейчас кого-нибудь из наших не закрыли случайно. А то будет обида. Так, вот сейчас теоретически. Да, вот пошел генератор работать. Правда, я думаю, ненадолго. Водопровода у нас не особо... Ой, водопровода. Водорода у нас там не особо много. Давайте посмотрим, что у нас по кислороду. По кислороду у нас жопа. Ответственно заявляю, по кислороду у нас жопа. А почему? А почему? Непонятно. Ладно, давайте газопроницаемые блоки. На семерочку еще вот здесь вот у нас явно не хватает газопроницаемых блоков. Вот в этих частях тоже было бы неплохо их сделать. Чтобы у нас кислород проходил нормальной стороны в сторону тоже. Так, что-то как-то не айс. Показывают здесь детальки, сколько здесь проходит-то сейчас у нас кислорода с вами. Как-то маловато, ребят. Как-то маловато. Неужели один электролайзер не справляется? А что с электричеством? Ага, нам говорят так вот, типа, давай-ка ты сделаешь нам быстренько еще один угольный генератор. Потому что одного угольного генератора нам, типа, недостаточно. Ну, давайте, хорошо, сделаем. И заодно еще вот здесь вот, кстати, можно уже приступать к выкапыванию. И к установке еще одного трансформатора было бы тоже неплохо. Также, что мы можем сделать? Мы можем здесь вот на семерочку, ну, уже дальше в спокойном темпе. Спокойно здесь на семерочке расставлять приоритеты. Здесь на семерочку выкапывание. Тетя Ада будет счастлива. И здесь тоже. В общем, здесь у нас пойдет отдельная линия электропидорач, которая у нас будет питать дополнительно, наверное, вот эти вот всякие супер-эвэмы и все прочее. У нас будет питаться, кстати, холодильник вот этот. В общем, вот эта часть, она будет питаться от трансформатора, который будет стоять справа. В общем, нихренашеньки мы не сделали практически. Ничего не работает, электричества нету. Все печально, всем застрелится. И зря я, кстати, выключил, наверное, вот этот вот раскислитель, потому что... Потому что жопа, господа, жопа полная. Вот эта шляпа вообще нам практически ничего не дает. А почему так-то, ешкин ты матрешкин? Ну-ка, давайте сейчас посмотрим, что у нас там с газопроводом-то. А что так плохо-то? Алешеньки? Алешеньки, что? Нет... А, нет электричества. Ну, конечно, нет элект... Все верно. Ладно, давайте здесь вот тоже на восьмерочку, пожалуйста. А, здесь надо даже, наверное, на девяточку поставить снабжение углем. По крайней мере, пока мы не сделали вот эту шляпу. Надо здесь следить за тем, чтобы у нас генераторы постоянно работали. Во! Значит, сейчас здесь у нас все запустится. Труба пусто. В смысле труба пусто? Алло! Нет электричества, провод сломан. В смысле сломан? Алло! Что-то я тут где-то накосипорил, по ходу дела. А где про... Мать твою за ногу! Провод перегрелся, по ходу дела. Ой-ой-ой, рано я здесь замуровался. Разобрать. Ладно. Здесь автоматику ставим. В общем, трансформатор надо ставить вчера, как обычно. Провода не выдерживают. Провода не выдерживают. Надо ставить еще один трансформатор. Значит, все верно. Большой провод этой стороной. Пам-парам-пам-пам. Девяточка. Значит, вот сюда мы ставим этот трансформатор. Запитываем его вот этим толстым кабелем. Да. Рановато я сказал, что можно никуда не торопиться. Электричество пошло по звезде. Как обычно. Так, давайте вот так вот наверх. А если два трансформатора запитать в одну линию? Что будет? Мне кажется, ничего хорошего не будет. Ну, в любом случае, мы сейчас вот это дело запитаем. Так, вот тут мы, кстати, этот трансформатор мы вот так вот проведем. Чтобы кое-что здесь убрать. И кое-что по другому пути. В общем, вот эту сеть мы сейчас здесь вот разорвем. Чтобы эта штука питалась через этот трансформатор. А вот эта сеть питалась через вот этот трансформатор. Потому что иначе чинить можно очень долго. До посинения буквально. Так, что там с проводом-то? Провод отключим. В смысле? Задача починки завершена. Алёк. Она не завершена. Там все. Там жопа полная. Линзи зачем ты здесь? Хотя, с другой стороны, кислорода здесь явно больше. Так что, может быть, она и права. Так, отлично. Интересно, надолго ли? Мне кажется, ненадолго. Что значит труба заблокирована? Труба вроде бы не заблокирована. Все хорошо. Ладно. Провод перегрет здесь. Здесь. Господи, ребята. Надо срочно, срочно достраивать вот эту систему. Так, еще и нам туда не добраться. Провосходно. Так, не-не-не-не-не. Давайте на восьмерочку. Вот так вот сделаем. И здесь приоритет тоже надо на восьмерочку поставить. В общем, ребята, следите. Следите, чтобы провода у вас не перегревались. Иначе будет пипец. Вот такой, как у меня. Так, вот этот провод мне надо сделать. Ребятушки, быстрее. Как можно быстрее надо сделать вот этот провод. Так что, давайте делаем лесенки. Пробираемся наверх. Иначе у нас будет задница полная. У нас сейчас все провода накроются. Медным тазом. Значит, провода мы сделали. В принципе, эти лесенки можно, наверное, разбирать. Давайте посмотрим, что у нас вообще по электричеству. Где-где? Карта электросистемы. Да-да-да. Значит, вот этот провод мы с вами разбираем. Вот этот провод мы с вами тоже, как я понимаю, разбираем. И вся вот эта система у нас с вами получается. Все, что справа у нас с вами получается на новом трансформаторе. Превосходно. Значит, как у нас тут нагрузочки? Да, тысяча ватт. Не очень нагрузочки-то на самом деле. Вообще, вообще не очень. Все равно перебор. Все равно перебор. Ну, будем надеяться, что не будет перегреваться так адово. Ладно, давайте тогда, знаете что? Во-первых, вот этот потребитель. Ну, во-первых, вот эту всю шляпу можно разобрать. Для начала, да? То есть, вот это все можно разобрать. Это нам больше уже не пригодится. Совершенно. Вот так вот. И вот это тоже давайте мы разберем. Поставим здесь просто обычный вот этот вот шлюз. Потому что сюда нам больше ходить тоже не надо, как бы. Я надеюсь. Все потребители электричества лишние убираем. Так, только вот это. Хотя, с другой стороны, можешь уже тоже разбирать. Это нам уже тоже не особо нужно. Значит, 900. Ну, в районе 1000. То есть, постоянные перегревы, скорее всего, будут. Провод перегрет. Так, подождите секунду. А где у нас еще? Вот это, да? Провод отключен. Провод отключен в одном месте пока. Но это не так страшно. Главное, что все работает. Главное, что у нас работает вот здесь вот. Так, кстати. 240 тысяч микробов. Кстати, они почему-то повышаются. А почему пищевое отравление, микробы повышаются? У нас же эта сеть больше не связана. Сюда вроде никто больше не сыт. Все нормально. Но нет. Будем надеяться, что микробы сейчас не будут воздушно-капельным путем размещаться. Расползаться по колонии. Тут все доделано. И с водой у нас, конечно же, есть некоторые проблемы и сложности. Давайте вот здесь вот тоже поднимем уровень. В общем, не знаю. Очень скоро, мне кажется, мы бросим кони, потому что у нас кончится вода, банально. У нас еще есть тут какое-то количество воды, но ее уже не так уж и много. Нам бы как-то вот сюда... Подождите, а как бы ее так спустить в самый низ? Вот прям сюда? А, подождите. Если мы сольем ее вот сюда, то будет огонь. Ладно. Здесь нам тоже надо кое-что будет сделать, наверное. Значит, давайте мы сейчас пока вот так вот сделаем. Здесь все верно. Здесь нам надо будет сделать выход вот в эту зону. Сделать это очень аккуратно. То есть сделать это очень аккуратно. Причем с водичкой вот эту воду мы перекачаем сюда, чтобы здесь сделать проход. Ну, короче говоря, надо сделать воздушный карман, чтобы хлор не мог проходить вниз. Шлюзом это не сделать. Это только за счет воды, наверное. Вода не пропустит его. Ну, попробуем, попробуем. Так, плюс давайте все-таки застроим вот это помещение. Я думаю, что провода уже тут перегреваться особо не будут. Надеюсь, по крайней мере. Так, кстати, о птичках. У нас что-нибудь изменилось после того, как мы разобрали тот шлюз? 600-700 ватт. А, подождите, а на что до этого-то уходило? Уходило такое количество. Я прям даже и не знаю. Давайте на восьмерку сюда обычный шлюз поставим. Здесь блок стоит, все хорошо. Значит, вот этот блок можно, в смысле, эту дверь можно закрывать. Так, давай-давай. Во, все, замочек повесили. Отлично. Грини, ты дебил! В общем, между делом я разобрал водородный генератор. Это было гениально, на самом деле. Господи, Грини, ну как так можно-то? Скажи мне, пожалуйста, как так можно? Но, с другой стороны, этот водородный генератор, в принципе... Слушайте, а если сюда еще один трансформатор поставить? Ой, я даже не знаю. В принципе, сюда еще один трансформатор ставить и запитывать на него водородный генератор, это мысль, конечно, полезная. И, как бы, сделать еще одну батареечку от него... Ого, ну, блин, я даже не знаю. Я даже не знаю. Вот кто давал перегрев-то такой конкретный, да, по проводам. То есть, я думаю, почему все отключилось? Да вот поэтому и отключилось. Ну, как бы, нагрузка на провода уменьшилась. Так, недостаточно материала. Смотрите, что сейчас у нас по сети будет? 960. Нет, смотрите. А я не понял, что у нас шлюзовые двери потребляют электричество, вне зависимости от того, в принципе, подключены... Ну, работают они или не работают? То есть, пофигу. А, нет, смотрите, какой лютый перегрев-то. Время от времени идет. Диа. Диа, неприятненько. Ну что, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать. В этой серии мы опять практически ни черта не сделали. Хотя нет, мы запустили, на самом деле, производство кислорода из водички. Все у нас в этом отношении замечательно. Правда, попутно мы чуть не потравили всю колонию хлором. Я надеюсь, сейчас вообще ситуация-то как-то немножечко нормализовалась. Ну, немножечко она нормализовалась. Правда, вот здесь почему-то кислород не распространяется вверх. Я не знаю, почему. Но здесь явно не хватает раскислителя. То есть, вот эта штука, ее очень-очень мало. Что мы в следующей серии будем делать? Будем делать выход вот сюда. Я буду проверять, что у нас находится наверху, потому что нам нужен паровой гейзер. И неплохо было бы вот этот вот гейзер тоже как-то нам начать использовать. Плюс нам надо найти воду еще. Еще много воды нам надо, потому что у нас вода для питья скоро закончится. У нас вода для кислорода тоже скоро закончится. У нас есть только грязная вода в небольших количествах. Но с ней я не хочу заморачиваться. Тут куча слизи, а у нас, ребята, без иммунитета. В общем, все грустно. Если вам понравилось это видео, то, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите ко мне в группу ВКонтакте, на стримы. Ну а с вами был Гринни, всего доброго, всем пока и отличного настроения.